Когда космические корабля будут бороздить просторы Вселенной, мы будем с вами лицезреть прекрасные погрузчики. Это я Кабан, 140 килограмм. Места очень много. Сделано хорошо, сделано добротно, дешево, сердито, но работает. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем продолжать. Трой, трой, трой. Нормально. Отлично, работаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию занимательных телепередач о компании Zauberg. Сейчас мы будем обозревать вилочные погрузчики. С нами на связи Семен. Семен, ты у нас являешься кем? А как бы с вами не звучало, менеджер по продажам. Менеджер по продажам. Я в этой технике немного это понимаю. Вот сейчас мы это и проверим. Смотри, у нас за спиной какой-то N-вилочный погрузчик. То есть это у нас ДН-120, правильно? Это не просто ДН-120, это погрузчик дизельный грузоподъемности 12 тонн, который прекраснейше выполняет свою задачу по подъему и перевозке различных тяжелых конструкций. Итак, смотри, он у нас используется для перевозок, ты говоришь, длинномерных прицепов или как? Нет, нет, для обычных... Контейнеров? Да, контейнеров для перевозки негабаритному грузу какого-либо. Не только можно им 12 тонн чего-либо поднять, также перевезти большие, более легкие груза, но которые очень большие в габаритах. То есть то, что у нас в стандартную вилку не войдет. То есть это вам не палеты возить, правильно? Совсем не палеты, эта машина специально предназначена вот такие нестандартные сложные задачи. Одна из таких прям прекрасных особенностей данной машины, то что базово, базово именно завода, они комплектуются позиционером вилл со смещением, где мы можем виллы передвигать не только по горизонтали, ну, меня и виллы положить. Ну, и по ширине? Ну, также по ширине, раздвигая и сдвигая между собой. Ну, груз у нас разный, следовательно, ширина подхвата вилл должна быть тоже разной. Так, у него грузоподъемность 12 тонн, правильно? А что по высоте? Сколько мачта у него? Данная мачта на машине установлена 6-метровая, именно что 6 метров. Конечно, на 6 метров добиться грузоподъемности ровно 12 тонн невозможно, но он может похвастаться своими прекрасными 9 тоннами на этой высоте. Среди одноклассников это один из самых высоких показателей. Тут это же немаловажно при выполнении стандартных задач. Слушай, что у нас по сердцу этого, какой двигатель у нас установлен здесь? Установлен двигатель 102-х киловаттный. Можно лошадиных сил? Я очень не дружу с математикой. Вот, сколько это лошадиных сил. Мы с вами перечитаем, я сам в математике не силен, ладно, да будет так. А какая марка? Двигатель стоит План Чай. Один из самых распространенных двигателей именно для спецтехники. Не только на вилочные погрузчики он устанавливается активно. Также на фронтальные погрузчики, на некоторые модели экскаваторов погрузчиков, на экскаваторы также устанавливается такой двигатель. Ну, не обязательно за год. В целом, в целом в стране этот двигатель достаточно популярен. И он, его знают не только те, кто его поставляет, но много других сервисов с ним уже сталкивались. Не потому, что он ломается, а потому что все-таки требует каждая техника периодичного обслуживания. И, к сожалению, или даже к счастью, страна у нас настолько большая, что просто физически невозможно иметь в каждом отдельном городе какой-либо свой личный сервис специализирован. Но находится много партнеров, которые без проблем знают именно этот движок. Беспроблемно могут его обслужить, провести необходимые диагностики, поддерживать его работоспособность на должном уровне. Ну, да, что касаемо... Ребят, не путайте, это не ВИЧА и двигатель, а КВАНЧА. Это два абсолютно разных двигателя. И у нас на протяжении уже большого количества лет, касаемо КВАНЧАевского двигателя, не было никаких запросов касаемо ремонта этого двигателя. То есть, ну, как бы проблем было очень мало. То есть, что-то по ремонту ТНВД в связи уже с большим количеством выработки времени... Качеством дизеля. Ну, да, надо брать в оборот то, что у нас качество дизеля, особенно когда это в ЧАНах, ну, вот этих в БАДях тонных завозят, а там завозят у нас и с песочком бывает, и с водичкой завозят. То есть, как бы тут надо отдать должное. Это уже бывает про греха самого владельца, либо оператора данной техники. Так, хорошо, что у нас стоит по трансмиссии? Самое главное, что у нас здесь установлено, это, конечно же, коробка, коробка автоматическая. Коробка ZF-HELF. А, ZF-HELF. ZF-KOROBKA, да. Это не просто слова, это реальный факт. Ну, возможно, многие из вас знают, что ZF-HELF это крупнейший концерт в Германии, который занимается производством коробок автоматических, механических, для спецтехники различной, для легковых автомобилей, те же самые BMW, наши прекрасные любимые. Они все ездят на коробках ZF. Но в Китае данную коробку взяли, немножечко потрясли, убрали из нее лишнюю, это, к примеру, допилить, допильничек, как мы любим это дело. Убрали излишнюю электронику, как любят вклинивать туда немцы ее, сделали ее попроще, при этом сохранив именно ее надежность, функционал. Не в ущерб, так сказать, всему остальному. Молодцы. Сохранив, при этом простоту, надежность, ну, все, что нам нужно реально получить от техники. Что у нас по максимальной скорости, там, от нуля до завтра? Если бы это было так, я бы не ставил, в этом прекрасном костюме, да. А то так едешь, даже потеть не успеваешь, ветром все обдует. Нет, если говорить серьезно, скорость, ну, данный крейсер, не сказать, что он способен участвовать в гонках ралли Париж-Дакар, но свои, там, крейсерские 20 км в час поддерживают, а на строительной площадке, на рабочей площадке больше и не надо. Ну, отлично. Как бы с грузом лететь под сотку, ну, будет опасно. Жалко груза. Ну, я бы на это посмотрел, на самом деле. Ну, один раз получается. Из кабины. Как на солнце, один раз левым глазом, второй раз правым. Я так понимаю, он полноприводный? Нет, нет. Только перед? Ну, как, сильно? Деванная модель идет, передний привод, у него установлены спаренные передние колеса, для увеличения ширины пятна контакта. Ну, еще это нужно для того, чтобы более равномерно распределять нагрузку, особенно, когда груз уже на виллу. Ну, чтобы не продавить там нежный бетон на площадке. А бывают ли вообще комплектации с полным приводом на данные? На данной грузоподъемности, на данный момент, полноприводных версий нет. Завод изготавливал в свое время максимально 5 тонн, но, полноприводные имею в виду, но даже в последние два года отозвал данную серию, так как все-таки, все-таки, полнопривод это хорошо, но из-за того, что приходится увеличивать клиренс, клиренс, машину, ну, сразу меняется в центре тяжести, ее приходится сделать еще тяжелее, намного тяжелее. И ущерб грузоподъемности, соответственно. Ну, да, грузоподъемность остается так же, как бы, 5 тонн, она не увеличивается, при этом становится тяжелее, и фактически то, ради чего мы делаем 4ВД, чтобы он лучше проходил, она, ну, просто эта, вся проходимость убивается напрочь и с лишним весом. Поэтому, ну, данной модели не изготавливается 4ВД. Возможно, в будущем, когда космические корабля будут... Борозить просторы Вселенной. Вселенной, да. Будем с вами лицезреть прекрасные погрузчики 12, 16, 10 тонн именно в исполнении 4ВД, но пока не сегодня. Слушай, у нас еще вот здесь есть вот такой вот замечательный погрузчик. Давай мы сейчас к нему перейдем. Смотри, у нас есть вот такая вот биба, большая биба. Я такую еще не видел. Расскажи мне, что это такое вообще? Это... А на что это похоже? Слушай, ну, подожди, да, я сейчас своим опытным мозгом, я так понимаю, он его обжимает. Кого его? Ну, груз. Вот груз, что он может обжимать? То есть я такие конструкции еще не видел. Что, для чего это, где это используется? Я таких не встречал. Это можно назвать киповым захватом. Ну, к примеру, на производстве какого-нибудь картона, где необходимо, ну, прям, именно кипы, там, чего-нибудь прессованного, даже, там, лифток, охватывать, обхватывать это все и переворачивать. Данная еще система... А, она еще... А, ничего себе! ...со 60 градусов производит, ну, переворачивание груза. Ну, один из самых таких ярких примеров, мы поставляли на одной из сырных фабрик, на только... на электрическом погрузчике точно такое же навесное оборудование. И они используют его для того, чтобы сыр переворачивать, потому что он по методике изготовления должен, там, определенное время лежать на одной стороне, дальше переворачивать, лежать на другой стороне. Это что-то сырная головка там должна быть? Не, ну, там... А палетом целиком? Там, получается, многосекционное хранение сыра идет, там небольшие головки килограммов, по 4, по 5, но их нужно постоянно переворачивать. Ну, для приготовления сыра, да, тоже вот используют. Это вот один из таких ярких примеров, куда мы их действительно составляли. Весьма забавно получается. Ну, люди работают. Как минимум ускоряет процесс производства во 100 крат. Либо вы вручную будете его переворачивать, либо все-таки специализированный, специально обученный и всему научная техника будет это делать. То есть это специализированная навеска для вилочных погрузчиков. Какие еще вы поставляете навески для них? То есть что-либо еще есть? Да, есть просто огромный перечень различного навесного оборудования. Это начинаю, ну, даже говорить, если именно про этот захват, он может быть как с ротацией, так и без ротации. Просто зажимной там переставлять. Различного рода захвата для крупных грузов. Там рулонные захваты по-другому. Также они могут быть с ротацией, могут быть без ротации. Все в зависимости от того, какую именно задачу мы преследуем. Ну, какую задачу нам необходимо выполнять на производстве. Практически под все можно придумать, найти, привезти. Ну, то есть, правильно я скажу, под запросы клиента вы можете поставлять все? Конечно, конечно. А также, ребята, если вы вдруг задумались о покупке техники компании «Заубер», неважно какой, будто это мини-экскаватор, большой экскаватор, грейдер или вилочный погрузчик, не забудьте указать промокод «Башмаков». И вы получите скидку от 100 тысяч рублей на покупку техники. Не 100 тысяч рублей, а от 100 тысяч рублей. Если же непосредственно обратиться к погрузчику, на который установлен данное весное оборудование, то это не просто 3,5 тонник дизельный, а это здесь серия G3. Отличается она от обычной массового погрузчика тем, что имеет повышенную влагоплевую защиту. Прекрасно подходит для работы в достаточно сложных стировых условиях. Меньше подвержен коррозии, меньше проблем случается с двигателем, потому что нужно установить дополнительные фильтры системы очистки. Понятное дело, это можно все установить на обычный погрузчик, но здесь именно это все подогнано для максимально комфортной эксплуатации техники без лишних... Правильно ли я скажу, это вот те самые системы с переизбытком давления воздуха в салоне, когда печка давит под давлением 50 кПс, на переизбыток работы, чтобы пыль не залетала внутрь, а наружу выходила с дополнительным переизбытком давления, когда вот, то есть у нас в круг все полностью везде идут и плотнения, которые за пыль и грязь защита, и дополнительно печка под хорошим, под большим давлением давит воздух. Я бы вам хотел сказать, что это действительно так, но я не буду вас обманывать. Нет, здесь система немного по-другому устроена. Да, понятное дело, что уплотнители не позволяют нам пыли добавлять, ну, проникать непосредственно в зону работы оператора, но воздушный фильтр, здесь есть несколько секционные дополнительные защиты. Та система, про которую рассказываете вы, она будет установлена в новых сериях, которые еще на данный момент только разрабатываются. Заводом, как это правильно внедрить, как это правильно настроить. Но это скоро будет уже. Это скоро будет. Как скоро, к сожалению, не скажу, потому что есть своя специфика, свои проблемы по установке такой системы на технике. Потому что, во-первых, установить его можно, но это достаточно дорого по деньгам выходит. Достаточно много тонких расчетов. Если мы все-таки хотим сделать погрузчик доступным, то нужно что-то придумать, что-то изобретать, что-то дополнять чем-либо. Но чтобы также это было не в ущерб качества. То есть здесь у нас дешево и сердито. Вообще, в принципе, во всей линейке Зауберга, вот сколько вот мы уже два дня ведем съемки, на что я вот реально обратил внимание, это старые технологии, которые взяты на проверенный временем надежностью, взяты, сюда внедрены, в свежак. Это то, что дешево и сердито. Это должно работать, и это работает. Здесь получается все то же самое. Правильно или я ошибаюсь? Немножко все-таки ошибаетесь. Воложа Рукунатерца готов вам сказать, что на российском рынке вилочные погрузчики Зауберга являются одними, наверное, самых дорогих погрузчиков, которые привозятся с Китая. Это как раз-таки достигается за счет того, цена достигается, да, что пускай, да, одни из самых проверенных технологий закладываются, но при этом комплектующие, одни из самых дорогих устанавливаются. Если вы также обратите внимание, то те же самые, самый простой пример, РВД, рихао. То есть... Это вроде бы мелочь, но даже РВД, просто обычный РВД, в Китае устанавливаются не китайские, а именно что японские, оригинальные. Если мы также проходим по остальным моментам, очень много там, у людей возникает удивление, когда они приезжают к нам на склады, смотреть технику, изучать, и когда мы, ну, прям, объясняем, в чем разница, они удивляются, потому что у нас устанавливаются, к примеру, задние мосты, не ты, а не сварные. Вроде бы сварная деталь, она сразу же удушевляет технику весьма неплохо. Но жесткость не теряется же. Жесткость теряется. Если мы говорим, да, если вы там хотите взять технику на год, отжать ее и выкинуть, ну, возможно, ему подойдет любой, там, так сказать, дешевый подручник. Но если вы берете технику, на долгое время эксплуатации, вот эти вот, на первый взгляд, мелочи, они прям складываются в очень большую, и порой даже печальную картину, я говорю, их нет. Мы все-таки везем именно с тем, на то, чтобы она, как можно больше работала у клиента, где споспортисты, докладывается, чтобы клиент к нам возвращался, у него не возникало вопросов, а где брать мои следующие погрузчики, когда он будет там расширять свои производства, либо рекомендовать нашу технику, как он упаковывается. Так и живем. Так, отлично, услышали. Теперь, давай-ка, вот мне понравилось еще следующее навесное оборудование на следующем мелочном погрузчике, давай-ка мы к нему и переедем. Здесь уже, то есть я вижу 4 вилы, дай-ка подожди, попробуй своим опытным путем. Я так понимаю, он не только так, но еще и друг с другом разъезжается. Все верно. Это навесное оборудование, так называемый мультипалетный захват вилочный. Ну, как мы с вами понимаем, слово «мульти» означает то, что несколько, как минимум, как минимум два палета можно одновременно воротить на погрузчик. А, даже так, да? Даже так. Но, в целом, когда вилы полностью сжаты, они, как обычные, стандартные виллы с тоникой подключаются, мы можем там выполнять его стандартные функции, поднимать там тяжелые груза, куда-то их перевозить, куда-то их там складировать, составлять без проблем. Но иногда на производстве, к примеру, возникает потребность быстро и оперативно перевозить более легкие груза. Ну, к примеру, там несколько палетов по две тонны там нужно взять сразу там, как можно скорее там произвести разгрузку, там, допустим, фуры, там, уложить на стеллажи как можно быстрее, потому что, там за час, то данная навеска очень прекрасно с этим справляется. Раздвинули, выставили, сколько нам нужно по ширине, чтобы два полета брать, подъехали, взяли сразу два, перевезли. Вроде бы мелочь, а то же приятно. Чего по грузоподъемности максимально? Я так понимаю, когда она сдвинута, у нее повышенная грузоподъемность? Ну, конечно. Сколько он максимально поднимет? Именно данная навеска. имеется в виду, то есть не вилочный погрузчик, а навеска? А, именно сама навеска. Именно у этой навески идет 4 тонны, сам погрузчик 5 тонны. Ну, установлена демонстрационная версия, в целом, даже данная навеска, она, признаюсь честно, не именно для этого погрузчика, она для 4-тонника рассчитана. То есть, который вот как раз-таки у нас справа от нас стоит. Все понятненько. Так, что еще хотелось бы спросить? Какие планы на будущее? Что хотите улучшать? Что у вас по сервису на текущие моменты? Давай, наверное, начнем именно с сервиса. Как у вас с сервисной поддержкой? Что по рекламациям было? Все ли запчасти в наличии есть? Ну, если я скажу, что у нас все запчасти всегда есть по наличию, но меня никто не просит, потому что это будет разговаривная ложь. И я вам готов сказать, что никто никогда не держит все запчасти по наличию, потому что есть ряд, а комплектующих запчастей, которые не ломаются никогда. Ну, допустим, та же самая коробка. Вот за все время эксплуатации, сколько мы работаем с этой техникой, с коробками передач не встречалось с ровным счетом ничего и никогда. Но был один момент, когда был заводской брак, к сожалению. В целом, на тысячи погрузчиков это капля в море. Можно простить. Случилась проблема, коробка перестала разгонять погрузчик, свои крельсы 5 км в час держал, но пришлось доказывать коробку, конечно же, с завода, подтвердили, что это все гарантии, все прекрасно, это было сработано. Но там клиент не дожидался эти 3-4 недели, пока запчасть будет идти. У нас был погрузчик точно такой же на складе, мы его пустили на донор, если бы это не звучало. Оперативно там... Чем-то. Оперативно произвели восстановление техники до рабочего порядка, дождались там запчасть, поставили на погрузчик, который был на складе, и все спокойно. То есть вы пошли на встречу клиенту с рабочей техники сняли новую абсолютно коробку, то есть насколько... Ну, молодцы, в принципе, насколько вы человеку, чтобы позаботились о человеке, что со своей техники сняли, отправили, лишь бы человек не ждал. Ну, это похвально. Это в целом, в целом у нас такая политика, если мы можем сделать что-то быстрее, действительно у нас есть к этому доступ, мы будем это делать. Нет ничего проще. Там, конечно же, может быть, кому-то покажется, то, что забить и действовать там, грубо говоря, там, согласно регламентам. Сказано ждать 4 недели от завода, будем ждать. Ну, зачем? Клиент был весьма доволен таким подходом и он к нам вернулся буквально через полгода и приобрел еще эти 7-тонные подручки. Ну, здесь уже человеческий фактор, человеческое отношение. Молодцы, так и надо лежать. А, слушай, я так понимаю, вот, кстати, вернемся, у них у всех гидростатическая или гидромеханическая коробка, что-то вот это я единственное не спросил. На разных моделях разной коробки. Нет, вот, касаемо большое... Там гидростатика и там даже тормоза в масляной ванне и были. Здесь на 5-тонниках, на больших, тоже масляная ванна, на 4-тонниках. Здесь тоже масляная ванна, немножечко, забыл почему-то. Если мы говорим именно про такие моменты. Хорошо, отлично. А направляющие самой мачты, понятно, они на роликах, а передвижная часть, есть ли внутри фторопластовые либо, ну, направляшки эти? А, конечно. Не по металлу, чтобы бегал, а по текстолитовым фторопластовым направляшкам? Именно, именно на нашем навесном оборудовании все, что бегает, все, что прикасается, идет, ну, как вы сказали, из фторопластов. Делается это для того, чтобы со временем, когда происходит выработка металла, не просто приходилось выкинуть нам с вами навеску и покупать навеску. Здесь можно просто произвести необходимый ремонт, замена этих плашек фторопластовых и дальше люфт пропадает, зазоры уменьшаются и навеска работает дальше. Ну, отлично, вот в этом плане молодцы. То же самое и по предыдущим направляющим ролика. Во время работы минимально подвержен сам металл, мачты, износу, потому что, ну, именно ролики из нашей, в первую очередь, они специально изготовлены из более мягкого материала для того, чтобы не разбивало мачты, потому что заменить тот же самый ролик. Да, конечно, две копейки. Две копейки, нежели менять всю, весь этот конструкт, который составляет по стоимости, ну, треть, всей стоимости погрузчика. Принято. Так, и что у нас, я вот смотрю, здесь защита оператора, то есть, вы используете конструкцию, как типа ROBS-FOBS защиты самого оператора. я не знаю, правильно ли говорить именно конкретику ROBS-FOBS в данной интерпретации, но это общая принятая защита кабина оператора. То есть, от переворота защитит данная кабина? Ну, начнем с того, что у всех вилочных погрузчиков в центре тяжести располагается на сночке. Очень низко, Что переворот, это просто, ну, пока что за всю мою практику, за всю мою работу я не слышал ни разу о том, чтобы во время работы, во время эксплуатации технику как-то переворачивать. Ну, от палета тонного защитит? Защитит без проблем. Все, отлично. На металла, мое уважение, да. Но, конечно, были прецеденты, когда клиент перевозил технику с одной своей точки на другую, на длинномере, там, на каком-нибудь тралле, и когда начинали сгружать, кто-то неправильно начал выезжать и просто он стралопадал. Такое было, конечно, тогда он переворачивается, ну, если учесть его свою собственную массу 8 тонн, ну, практически 8 тонн, ну, здесь металла надо тогда было наваривать, здесь разворчили, но уж как-то ценить. Ну, здесь вот открыт, открытый кабинет, здесь, да, как бы, понятно, ну, хотя бы не схлопаемый. Политика он защитит. Более чем. Все отлично. Так, вопросов, в принципе, больше не имею, спасибо большое, все, приятно было пообщаться, все на связи. Обращайтесь, вероятность. Вот, все ссылочки, ребят, на компанию Зауберг в описании. Что бы я по концу хотел сказать, касаемо, вот лично моего мнения, касаемо компании Зауберг, я уже все подвечу, уже язык заплетается, потому что мы два дня в съемках, а вот я два дня здесь провел, изучил всю линейку техники компании Зауберг, то есть про них правильно сказать так, именно, дешево, сердито, но работает, это будет работать, это будет работать хорошо, время покажет, то есть ребята берут хорошие, проверенные временным технологии, устанавливают себе на технику, ее откатывают, проверяют, что-то допиливают, чем-то, что-то как-то дорабатывают, молодцы, ребята, двигаются вперед, на это им огромная похвала, время покажет уже, дойдут ли до современной технологии к ним, и как это все в дальнейшей интерпретации будет развиваться, вам спасибо большое за подписку, спасибо большое за лайки, не забывайте, пожалуйста, это все ставить, также не забывайте, ребят, что мы занимаемся ремонтом спецтехники и грузового транспорта на выезд, мы базируемся в Москве, в Московской области у нас головной офис, и сейчас мы открываем еще на Кавказе наш филиал, будем работать от Махачкалы до самого Ставрополя, то есть весь округ этот в районе ближайших 300 километров мы это все будем ремонтировать, но на Кавказе мы занимаемся именно ремонтом спецтехники, а также, ребята, если вы вдруг задумались о покупке техники компании Заубер, неважно какой, будто это мини-экскаватор, большой экскаватор, грейдер или вилочный погрузчик, не забудьте указать промокод Башмаков, и вы получите скидку от 100 тысяч рублей на покупку техники, не 100 тысяч рублей, а от 100 тысяч рублей. Сейчас у нас в нашем поле зрения это мини-погрузчик также компании Зауберг, модель 1250, если правильно я говорю о ней. КМН 1250 индекс. Подскажи, кто является прародителем данной техники, потому что я смотрю, у меня ничего в голову так и не приходит, они бабкат, кто это прародителем является? Как правило, за основу нельзя взять какую-то определенную марку, ну, в принципе, родоначальник всех погрузчиков с бортовым поворотом это Бобкэт. Схема, я не могу сказать, что схожая именно по приводу, компоновка двигателя даже отличная, то есть, у китайских погрузчиков есть стандарт расположения двигателя продольное, ну, и система привода бортовая за счет цепей. нельзя сравнить с европейским каким-то производителем, ну, еще что-то такое. Подскажи, я вот еще не смотрел систему компоновки двигателя, у вас привод двигателя, коробка на ремне? Нет, у нас прямая, прямая связь через вал, основной гидронасос, ну, гидронасос движения двигателя, гидронасос от гидронасоса через рукава к гидравлическим проторам. на самом деле, большим плюсом, потому что, если взять тот же самый Бобкэт, у него постоянная неисправность, это прослабевание натяжителя приводного ремня, который идет от маховика на коробку, и, то есть, люди не замечают этого, просадка по мощности, люди будут сюда загрести, а оно не слышно, оно не пуксует, не свистит, и это, да, на компоновке, это является огромным плюсом, потому что нету никаких промежуточных мест между насосом и самим двигателем. Хорошо, двигатель Кубота? Нет, двигатель здесь Куанчай, китайский производитель, достаточно давно с ним работаем, устанавливаем не только на мини-погрузчике, но на мини-погрузчиках по опыту эксплуатации. Изначально мы заказывали машины на двигателях Ксинчай. Двигатель достаточно надежный, популярный, распространенный, и, ну, все равно были обращения какие-то по гарантии, по эксплуатации. Сейчас, поменяв этот двигатель, ну, он, естественно, дороже, но не принципиально. Мы стали... Выше качество, выше, но не выше по надежности. Да, я это имею в виду, поэтому стали получать меньше обращений по гарантии, в принципе, ресурс его больше от завода-производителя, ну, и поэтому остановились на нем, дабы не удорожать технику. Есть возможность установить сюда Куботу или Янмар, но, опять же, потребительский сегмент нужен удешевить цену погрузчика, ну, и чтобы он оставался достаточно надежным. Поэтому остановились на этом двигателе. То есть, я так понимаю, здесь стандарт механический привод ТНВД 4 цилиндра? Да, все верно. Все, отлично. В принципе, данная компоновка зарекомендовала себя механический ТНВД, в него заливает чего угодно, он переварит, выпинет, и дальше будет работать. Common Rail более нежный. Вот. Есть перебитие, есть машины на Common Rail только 1250-е. Я хотел сказать. То есть, это зависит, ну, именно от комплектации один и тот же двигатель, просто система питания двигателя разная у него. Просто, опять же, допустим, данная техника бывает, выполняет свою операцию внутри помещений. И там уже, в силу того, что как бы эко-нормы, выхлопы и так далее, тяжеловато бывает людям работать, когда рядом коптит, читит, механический привод ТНВД, если есть еще и Common Rail, это отличное. Слушай, подскажи, бывают ли компоновки на резине, на резине гусеницы? Да, конечно, но это все опционально, опять же, возвращаемся к опциям, либо гусеницы накидные, либо это резиновая гусеница устанавливают сюда, ну, изначально с завода производителя, но в основном они все приходят на резине. Есть цельнолитые эластики, также устанавливаемые сюда, вот нас. Ну, все зависит от потребности клиента. Есть ли High Flow? Есть, есть, на 1250-х моделях есть функция High Flow, ну, это тоже относится к отдельной опции. То есть, все, что, ну, то есть, в стандартной комплектации, так назовем, то, что вот мы сейчас пришли, есть там High Flow? Ну, не всегда, ну, это машина, я вижу, нет. Это машина с High Flow, да. В основном, на первых, модификациях мы везли обычные машины без дополнительного насоса High Flow. Сейчас уже мы приходим к тому, что даже если машина на рычагах, у нее должен присутствовать дополнительный насос, потому что очень много обращений от клиентов о том, что не хватает. Слишком гидрозатратное оборудование они вешают на него, чтобы, ну, чтобы вывозить эти параметры. Нам приходится устанавливать сейчас в самые минимальные комплектации. Ну, самое большое по потреблению это все-таки мульхер идет. То есть повешать сюда мульхер, он его переварит и спокойно... Все, все виды навесного оборудования мы сотрудничаем с российскими производителями навесного. И у клиентов уже, опять же, имеющих опыт эксплуатации мини-погрузчиков есть свое от тех же самых Бабкетов, там, JCB, свое навесное оборудование. И оно взаимозаменяемое, все размеры идентичные по каретке как бы устанавливают и работают на нем. Я вот смотри, вот у вас и быстросъемы все это, все в заводе, то есть у вас, я понимаю, плита на быстросъеме, это идет на любой технике. Да, то есть она механическая, вышел, рычажок дернул, отстегнул ковш, пристегнул другое оборудование, ну, мучняк, молодцы. А что касаемо гидропривода, что у вас там, что стоит? Гидромоторы сейчас устанавливаются по Клайн на все серии погрузчиков, от 850-го до 1250-го, ну и обычные цепи, точно такая же бортовая система, две шестеренки, цепь от одного гидромотора, ну и поехал работать. Как бы с бортовой системой как бы у нас нет проблем практически вообще, цепи толстые, надежные. Не стягиваются, ну да. Слушай, а при компоновке с резинкой, там уже, я так понимаю, просто эти же самые гидромоторы просто перевешиваются наверх? Изменяется либо компоновка, если мы говорим про треугольную гусеницу, у нас изначально идет другое тело погрузчика, то есть оно по цене примерно такое же, только само дело для установки гидромотора, ну, в другое место, да. Если мы говорим про гусеницы, которые просто надеваются на колесо, у нас ничего не меняется. при такой компоновке она же просто накидывается на эту же самую резину, то же самое стоит. Да, единственное, что приходится поработать со ступичным узлом, то есть выносить от борта погрузчика подальше колесо, чтобы не задевало нигде ни об стрелу, ни от задней противовеса. Слушай, что касаемо, давай быстренько пройдемся, сколько они у вас уже на производстве? 4 года. 4 года. Именно эта модель. Ну, вот как раз таки по первому, по самому первому поколению были обращения по двигателям, ну, то есть там к ряду несколько обращений и причем при небольшой наработке быстро поменяли двигателя, изменили двигатель вообще в принципе в погрузчике. По электрической части изнареканий это возможно, если у нас идет на гидравлических джойстиках, то есть кнопки управления на дополнительную линию, ну, это тоже таки единичный вариант из того, что вспомнить могу. Да, изменили джойстики, поменяли и по компоновке стрелы, то есть у нас на первых версиях возникали трещинки на стреле на соединение с цилиндрами, сделали усиление, поменяли стрелу. Вот это как раз таки и есть усиление, то, что говорили. Вот эти усиления добавили, добавили вот этот вот этот лист металла, и еще здесь дополнительно была трещина вот здесь как раз таки у нас на цилиндре, это самая самая старая модель, здесь еще нет этого изменения, здесь у нас стоит вот такое усиление, у новых моделей можно заметить, то есть если этот погрузчик будет отгружаться, мы у него полностью поменяем сам вот этот механизм. новая серия, которая сейчас пойдет у вас в продажу, люди смогут посмотрев ролик спокойно, если здесь такой скосик есть, то это уже новая серия, это уже допиленная. Новая серия, она в принципе, если мы говорим на сегодняшний момент, в принципе другой кардинально погрузчик с другим двигателем, с другой гидравлической системой. Погрузчики вот этой серии, ну уже грубо говоря доработанные, отгружаются с нашего склада, действительно с такой укосиной, и вот проблем у нас никаких именно с этим местом нету. Вот этот погрузчик, он остался как раз таки один такой, и если он будет отгружаться, мы уже сталкивались с этим, мы переделывали, то есть не дожидаясь щелкнет, не щелкнет, ну то есть пойдет ли здесь трещина, потому что не у каждого клиента это было. Скорее всего это было у клиентов, которые ну работают с перегрузом, честно говоря, но мы не отказывали в гарантии переделывали, либо меняли стрелу, либо меняли крепление этого цилиндра. Здесь, я так понимаю, 0,45. 0,45 по-моему объем ковша. Нароще никакой, как будто больше. Вот. По скорости, то есть на такой груз всегда будет 0,05. Скорость подъема, то есть люди не жалуются по скорости. Сейчас мы понятно не можем запустить его, чтобы проверить поднять, тем более с грузом. То есть в работе как он себя показал? Шустро, оперативно, люди довольны ли этим? Ну, люди очень хорошо отзываются о погрузчиках на джойстиковом управлении, потому что управление точное, то есть все операции делаются точно, плавно, никакое. Здесь это гидромеханическое? Здесь стоит обычный сервопривод, то есть в распределитель. Мы зажимаем пакет фрекционов. Здесь, если мы говорим про движение, у нас напрямую гидронасос, гидронасосовый, подает команда у нас на гидравлический мотор. Если мы говорим про управление гидравликой, просто распределитель, элементарная тяга в распределитель, ну, там, палка, сервопривод, как угодно можно назвать. Именно за управление ходом, потому что, вот, то есть это так же, как на БАБКАТах идет, на старых имеется. Ну, да. У них эти привода зажимали пакет фрекционов на правую и на левую сторону. Вот. Здесь у вас, я просто не понял, но до конца как у вас реализовано? Здесь не торможением осуществляется, там, поворот или еще что-то, только подача на гидромотор. То есть мы подача и обратно подача, то есть в обратную сторону гидромотор вращать можем. А, то есть у вас распределение уже это идет переключение всяких золотников? Да, на самом гидронасосе. Все, ну, на самом деле это решение гораздо лучше, чем на старых пакетах, потому что у них фрикционы поменять это дорого. Ну, как бы нам никто и не предлагал такого варианта, и если бы он был, я не думаю, что эта система была бы дешевая, в принципе, как в обслуживании, так и в изначальной покупке. Мы это были в первой серии, не, на самом деле в Москве сейчас таких пакетов очень много есть, вот, но это первые, вторые, наверное, серии, до 12-го, где-то вот так вот, я сейчас про эти старые модели говорю. Вот, ну, слушай, если такое решение, то хорошо. А также, ребята, если вы вдруг задумались о покупке техники компании Заубер, неважно какой, будто это мини-экскаватор, большой экскаватор, грейдер или вилочный погрузчик, не забудьте указать промокод Башмаков, и вы получите скидку от 100 тысяч рублей на покупку техники. Не 100 тысяч рублей, а от 100 тысяч рублей. Сейчас, к сожалению, сервисный инженер попросил маленький неперерывчик, ему потребовалось отойти. Ну, давайте, вот, сейчас просмотрим к тому, что, какие у меня есть замечания. Вот, сразу же, вижу, гидробак, топливный бак, они одинаковые, но очень хорошо, что закрывается, потому, что очень часто бывает такое, что солярку заливают в гидробак, и потом начинаются приключения со сливанием гидравлики, заливанием гидравлики, промывки системы. Также, что мне понравилось, маркировка, спецификация гидравлического масла, HM32, HM3246, то есть, температуры использования. Молодцы, то, что прописали именно спецификацию масла, сразу же здесь. И здесь то, что оно закрывается, потому, что реально, очень часто сталкиваемся в ремонте, что залили не ту гидравлику, и все. Так, здесь топливный бак, то же самое закрывается. Не, на самом деле, я бы прям вот ее закрыл бы полностью, чтобы человек, вообще, вот не надо, не лезь сюда, пожалуйста, потому, что вот сюда, в эту крышку, очень редко, когда требуется. Я бы ее вот прям отпилил, и прям вот плоскую бы сделал, а здесь какую-нибудь крышку закрывающую, чтобы нужные, ненужные люди сюда даже не лазили. Радиатор прикрученный, как бы не проблема, два болта открутил. Давайте посмотрим, что касаемо технического обслуживания. Масляный фильтр находится очень далеко. То есть, как бы, то есть, если отсюда смотреть, он прям вот в самом дальнем углу. Как бы я сделал, поставил бы переходную плиту, сделал бы два рукава РВД, и, допустим, здесь вот открыл его, и где-нибудь вот в этом углу прям выкрутил масляный фильтр, закрутил. Почему? Потому что это время сокращают на техническое обслуживание. Соответственно, время и деньги. То есть, меньше простое, больше денег. Дальше поехали. Заливное. Залив масла осуществляется здесь. Воронку сюда засунуть довольно проблематично. Но это тут уже проблема компоновки, наверное, все-таки самого Зоцкого. Потому что здесь отливку тяжело сделать. В принципе, вот сюда воронку как-то вот криво-косо, но можно это сделать. Тут надо понимать, что компоновка именно турбины, потому что здесь по-другому поставить. Здесь горячая зона. Его можно поставить только здесь. Только понимаю, здесь такой же фильтр стоит, как на 3CX. Очень сильно похожий. Прям Дональдсон и корпус прям рубль в рубль, если честно вам говорят. То есть, скорее всего, это именно воздушный фильтр от 3CX. Заливать немножко неудобно. Что дальше? Приводные ремни ништяк. Красиво. Генератор. Ну, топорно, но рабочее. То есть, здесь вот оно все вот так вот сделано. Немножко несовременно, но тут главная задача, чтобы техника работала, а она свою роль выполняет. Блок управления, я так понимаю, это Common Royal самого. Все верно, здесь Common Royal. Я сейчас сам лично убедился. ПЖД 220. Слушайте, ну мне в принципе в общей сложности, если не считать те мои маленькие докопания в силу того, что мы много лет уже занимаемся ремонтом спецтехники. Кстати, ребят, не забывайте, что вы всегда можете обратиться в нашу компанию Special Repair Service. Мы занимаемся ремонтом грузового транспорта и спецтехники вот на протяжении уже больше 10 лет. Мы работаем на территории Москвы и Московской области, а также мы сейчас открываем филиал на Кавказе. Мы будем работать от самой Махачкалы до Ставрополя. То есть, всю эту территорию вы можете смело нам позвонить, независимо от того, что у вас ломался, экскаватор, бульдозер и так далее. Неважно. Звоните нам смело. Все ссылки в описании, номера телефонов в описании. Вот. И поехали дальше. В принципе, сделано неплохо. EGR, вижу, стоит хорошо. То есть, эко-нормы все соблюдены. Здесь уже можно ее смело запускать эту технику в производственные внутри помещения и людям не так страшно будет там работать, они не задохнутся. Вот вижу уже косяк. Вот прям поближе вот сюда вот возьми. Уже, видите, он здесь пережатый. То есть, прям вангую вот здесь будет надрыв есть. Вангую, что здесь какой-то будет косячок вот с этим вот шлангом, потому что он очень сильно перегибается. Надо сюда какое-то другое техническое решение. Надеюсь, в следующей версии они уже этот момент урегулировали. Что касаемо металла, сварочные швы. Слушайте, хорошие, мне нравятся. Прям, ну, как бы достойно. Достойно. Нижняя плита, но здесь не несущая часть, здесь ничего такого нету. но можно бы было здесь посильнее что-нибудь обварить. То есть, что здесь, вот здесь вот сварочный шов. Кстати, вот трещина нет? Нет, по-моему, не трещина. Да, краска. Ну, вот если посмотришь с этой стороны, то есть, вот просто загляни. То есть, там, видишь, там пустота. То есть, при сильном ударе сзади, а это часто довольно-таки бывает, могут быть какие-то косяки по касаемо этой сварке. я бы сделал, то есть, сюда какую-нибудь г-образную закладную и снизу бы проварил. Но тоже, опять же, не страшно. Дверь такая прям, людей закрывает прям здесь. Фонарики такие прикольные. Ну, не затянуто. Это, как бы, не вопрос, скорее всего, просто ребята торопились. Вот. Либо, может, какая-то китайская, ну, то, что на Китае, может, не забыли. Но, я так понимаю, ребята занимаются предпродажкой. То есть, если эта техника вы покупаете, ребята сначала ее полностью проходят, они загоняют в сервис, ее полностью подготавливают, проводят полнотехническое обслуживание, пошприцуют его, все, что надо, что-то надо затянуть, все протягивают. То есть, как бы, то, что здесь стоит, я так понимаю, ребята торопились, как бы, надо им отдать должное, что, как нам, по крайней мере, сказали, что перед каждой продажей все проверяется вдоль и поперек. Будем надеяться, ребята, пишите в комментариях владельцы техники, которые взяли себе такую технику, так ли это, не обманули ли нас, так ли это на самом деле. Вот. Что мне дальше еще понравилось? Все шланги у них промотаны защитой. Мало кто сейчас делает, но это огромный плюс, что вот так, вот так вот все, проложено хорошо, проложено красиво, ничего нигде не будет перетираться, то есть, и здесь, и сверху, и снизу проблем нету. Здесь нормально. Что по салону? Есть ли возможность снятия передней двери? Да, есть, расплинтовывается здесь и здесь и полностью снимает. Немножко неудобно сделано, потому что некоторые любят ездить без передней части, то есть, допустим, как сделано на Бабкате, вот эта часть просто сюда втыкается и все. А ты в любой момент дверь открыл, вверх дернул и снял ее, то есть, и все, и она тебе не мешается. Так, что по внутрянке? Первое, что, места очень много, то есть, если взять Бабкат, у них место прям, вот, и мне, как говорится, не вздохнуть, не кое-что другое. Здесь вот поставил, с ростом чуть ниже меня будет прям удобно. То есть, это я кабан, 140 килограмм. Мне, ну, во-первых, мне ноги немножко припухнут, но не все такие большие, как я. Более мелкому человеку, то есть, он будет где-то вот так сидеть, среднестатистическому. Руки лежат на вот этой, на ободе, удобно, хорошо. Рычаги. Бабкат. Тот же самый Бабкат. Ничего нового. То есть, как бы, туговато, но не столь, не столь страшно. Что касаемо педали. Мне с моим ростом немножко неудобно, но это мои проблемы, это не проблемы этой техники. То есть, если вот, допустим, я, ногу мне надо переставить на педаль, я ее всю целиком двигаю. Это лично мои проблемы с моим ростом. То есть, как бы, под среднестатистического человека здесь проблем не будет. Нормально, удобно, вперед, назад. То есть, как бы, все нормально, опционально. Здесь места много, ногам удобно. Что касаемо салончика. Печка, прикуриватель, зуммер, включение. Так, вот это, что, мне прям интересно стало, вот что такое. Надо будет сейчас спросить, потому что много стрелочек вниз. Я так понимаю, это, скорее всего, управление high flow. Доп-линии, заяц, черепаха, гидравлика, потоки. Это, я понимаю, включение, high flow, именно переключение потоков. Печка, поворотники. Ну, интересное решение, на самом деле, необычное, что именно вот здесь сделать поворотники, потому что на некоторых сделано здесь. Но, кстати, нет. Если здесь джойстики с управлением гидролиниями сделать, то, в принципе, нормально. Нет, надо отдать обратно должное. Индикационные лампы, панель приборов небольшая имеется. Здесь, я так понимаю, уровень бака и температура показывает. Здесь кнопки без фиксации, управление светом, подогрев, свет, дворники, парковка, включение. Нет, в принципе, что касаемо салона, претензий особо нет. Сделано хорошо, сделано добротно. Вот. Сейчас посмотрим снаружи, касаемо запотевания, ну, то, что защиты. Бывает такое, что снаружи надо помыть окно, и, ну, такой интерпретации ты никогда это не сделаешь. Что касаемо обдува, давайте, мое любимое. Так, раз, два, нормально, уже неплохо. А вот сзади у нас целая артиллерия из воздуха, поэтому, я так думаю, здесь воздуха будет хватать прямо за глаза. Сзади не так, не так надо, боковые будет обдувать хорошо. Вот единственный вопрос, что касаемо переднего стекла, будет ли хватать, потому что, смотрите, здесь у нас стоит бачок омывателя, здесь дует поток воздуха, он здесь упирается. Здесь хватит ли одного его на обдув стекла, чтобы оно не запотевало, вопрос, покажет только практика. Возможно, будет хватать вот этого потока, который будет набегающим потоком идти сюда, до этого стекла. Вот, вообще, по-хорошему, в данной интерпретации должен быть переизбыток воздуха по давлению. Допустим, как делают некоторые бренды, в том числе и китайские, они делают очень мощную печку, поток воздуха, для того, чтобы у вас пыль не проникала внутрь самого салона, и через сами уплотнения оно не поступает внутрь. То есть, даже если открыть здесь вот такую маленькую щелку, то у вас весь поток прям будете видеть, дым будет идти, вот сюда прям очень сильно набегать туда, на современных европейских брендах, да и на некоторых китайских брендах. Зарекомендовано, хорошо. Для чего это сделано? Чтобы не попадал во время работы, пыль в салон не залетала. А проверено, работает хорошо, лично проверено. Что касаемо системы газа, я так понимаю, он здесь не мешается, хорошо выставляется, электронный, то есть, при нагрузке будет автоматически подавать газ. Нормально, здесь он не мешается, но я бы на самом деле его бы сделал где-нибудь вот здесь, то что вот здесь газ навернул и все, и дальше как бы работает. А вот это, я так понимаю, камера заднего вида, ну и в принципе все. Нет, здесь неплохо, здесь удобно, нареканий здесь нету. Думаю, что касаемо запотевания, здесь это покажет время. Также пишите комментарии, если вы являетесь владельцем этой техники. Как покажет эта техника себя на практике, это покажет время. На текущий момент как бы, это просто хорошая рабочая лошадка. Да, есть до чего докопаться, да, есть к чему руку приложить в плане того, что производитель есть к чему стремиться, но двигатель надежный, привод надежный, металл покажет время, ребята занимаются, ребята стараются, молодцы, то есть какие-то рекламационные там проблемы, они сразу же на это обращают внимание, то есть сервисная поддержка у ребят есть. Молодцы, молодцы. Если какие-то недочеты будут по салону, может быть будет прохладно, потому что на мой взгляд маловато обдува именно на лобовое стекло, может быть будет не хватать. На лето я бы сделал то, чтобы вот эта часть была полностью съемная, то есть в принципе мелочь, но было бы приятно это сделать, чтобы ребята сделали. Дальше в принципе-то, ну особо докопаться мне до него не до чего. Техника надежная, техника будет работать, а как она будет работать уже на протяжении четырех лет у ребят, как Данил говорил, что ребята делают технику, а мы с вами это проверим на практике. То есть люди, которые будут покупать, они будут проверять, делать свои выводы, мы будем дальше следить за ребятами. Всем спасибо большое за просмотром, всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok